Уголь изобрели в 1897 году, но настоящий интерес к нему возник лишь в 20-е годы прошлого столетия, когда знаменитый автопроизводитель Генри Форд решил делать из ненужных опилок прессованный уголь. Вскоре его изобретение стало сенсацией. С тех пор шашлык, приготовленный на прессованном угле, приобрел огромную популярность, и каждый год на его получение уходит несколько миллионов тонн опилок. Современное производство прессованного угля начинается со сбора древесных опилок и щепы на лесопилках. Грузовик сваливает их в карьер. Бульдозеры перемешивают топливо, чтобы в итоге получить однородный и густой конечный продукт. Когда смесь попадает в конвейер, электромагнит вытягивает случайно попавшие в нее металлические предметы. Смесь падает на вибрирующую сортировочную машину, которая оставляет на своей поверхности крупные куски дерева. На данном этапе топливо все еще очень сырое, поэтому ходовой винт перемещает смесь дальше, в длинный вращающийся сушильный барабан. Сушильный барабан нагревает древесную смесь до 760 градусов Цельсия. Барабан закрыт очень плотно, чтобы в него не мог проникнуть кислород. Таким образом дерево не загорается и может высохнуть. Смесь высыхает уже спустя 4 минуты. Рабочие добавляют в контейнер антрацитовый уголь, который смешивается с топливом. Антрацит горит при высокой температуре. Затем в смесь добавляется известь. И после обжига уголь становится белым, что указывает на то, что можно переходить к следующему этапу работы. Электромагнит вновь удаляет из теперь уже почерневшей смеси все металлические предметы, способные испортить оборудование. Наконец, рабочие добавляют в смесь кукурузный крахмал, который скрепляет все компоненты. Ходовой винт доставляет смесь к прижимному ролику. Постоянное опрыскивание водой не дает смеси приклеиться к аппарату. За считанные секунды прижимные ролики превращают угольную смесь в прессованные плитки. Готовые плитки очень мягкие, так как состоят из влаги на 35%. Сортировочная машина отделяет от полученной массы плиток мелкозернистый материал и вновь отправляет его на переработку. Лента конвейера доставляет и распределяет прессованный уголь по 76-метровому сушильному тоннелю. Нагретый до 140 градусов, уголь лежит в нем в течение двух с половиной часов. Степень влажности снижается с 35 до 5%. Чем меньше влажность, тем лучше будет гореть уголь. Конвейер доставляет прессованный уголь на автоматические весы, которые взвешивают его перед упаковкой и делят на стандартные порции, плюс-минус одна плитка. Уголь опускают вниз. Ниже расположенный автомат подставляет под каждую порцию отдельный пакет. Запечатывающий аппарат склеивает края пакетов, ставит на них дату изготовления и регистрационный код. Итак, весь этот процесс подготовки угля задуман лишь для того, чтобы вы могли лучше и быстрее зажарить куски мяса. Вот так. Ну что, готово? Пока нет. Субтитры сделал DimaTorzok